Война 1904-1905 годов между Российской и Японскими империями за контроль над Манчжурией, Кореей и Желтым морем. Как это далекое историческое событие могло повлиять на такое явление, как русский рок? Русский рок зародился в СССР в 60-х годах прошлого века, под влиянием западноевропейской и американской рок-музыки, достигнув своего наибольшего расцвета в конце 80-х годов. Одним из ярчайших представителей русского рока был и остается до сих пор, даже спустя много лет после своей смерти, Виктор Цой, лидер группы кино. И именно та русско-японская война и сыграла большую роль в судьбе семьи Цой. Возможно, по причине того, что Корея перешла под контроль Японии, молодой корейский паренек Цой Йон Нам в 1907 году решается перебраться из родной рыбацкой деревушки Сон-Джин в российский Владивосток. Работая простым чернорабочим, здесь он знакомится со своей будущей супругой, прабабушкой Виктора Цоя Анной Югай. В браке у них рождается двое детей, дочь Раиса и сын Цой Сын Дюн, дед Виктора Цоя. В 1936 году Цой сын Дюн женился на девушке по имени Ким Хе Ден. Ким Хе Ден, бабушка Виктора Цоя, была очень музыкальным человеком, пела в хоре, возможно, от нее и унаследовала внук тягу к музыке. В 1937 году семья Цоя, как и все корейцы Дальнего Востока, была подвергнута депортации в Среднюю Азию. Так семья Цоя попала в Казахстан, в город Казаларда, где в 1938 году у них родился сын Роберт, отец Виктора Цоя. В Казаларде дед Виктора Цоя поступил на службу в НКВД, в контрразведку, позже работал в МВД, откуда и вышел на пенсию званием майора. Он был человеком строгих нравов, в таком же духе воспитал и своих детей. Возможно, поэтому Роберт Цой, отец Виктора Цоя, не стал по окончании школы получать гражданскую специальность, а уехал из Казаларды в Ленинград, поступать в университет Вайнмех. Будучи студентом этого вуза, в 1961 году он знакомится с Валентиной Гусевой, женится на ней и в 1962 году у них рождается сын Виктор. Вот так вот далекая русско-японская война, сталинская депортация отразились на судьбе семьи корейца Цой Йон Нам, чей правнук Виктор Цой стал великим рок-музыкантом, кумиром миллионов людей на территории бывшего СССР и не только. Рыбацкая деревушка Сонжин со временем стала городом. Город сейчас называется Ким Чхэг и находится на территории современной Северной Кореи. Не переберись тогда прадед Цой во Владивосток и, возможно, все было бы по-другому. Правнука точно не назвали бы Виктором и, возможно, он не занимался бы музыкой, а был бы, как и все северные корейцы, активным строителем коммунизма. И никогда бы мы не узнали и не услышали группу Крови, звезду по имени Солнце и другие бессмертные песни потомка корейских мигрантов. Продолжение следует...